Айу! Здарова, с тобой Врумыч! Расскажу вам одну историю о прокачке аптекаря. Решил я, значит, на 1.3.6 прокачать аптекаря. Для начала скажу вам, что вот он, ключевой НИП, находится по координатам, которые вы увидите на экране, либо я оставлю в описании. Суть этого НИПа в том, что он продает четвертую, шестую книгу, то есть на аптекаря, как на кузнецов, на портных и так далее. Ничего каких квестов делать не надо, просто покупаете книгу и идете изучать. Давайте, идем далее. Значит, у меня аптекарь, сейчас я вам по прокачке аптекаря расскажу все подробно. Прокачка аптекаря, в общем-то, нетрудная. То есть ты изучаешь первый уровень, копаешь травку, потом крафтишь что-то это, заполняешь цепочку, потом делаешь вторую, крафтишь аптеку. Третью. Покупаешь книжечку, апаешь четвертую, делаешь четвертую аптеку. Апаешь пятую, делаешь пятую, закрываешь пятую, покупаешь книжечку, берешь шестую. А вот шестой у тебя здесь начинаются проблемы, у тебя начинается приключение на твою пятую точку. В чем оно заключается? Во-первых, есть один вариант, один вариант есть. Есть крафт шестого левела аптеки, он находится у правителей города Истоков, скорее всего города Драконов, скорее всего еще какого-то крупного города, где у правителя можно крафтить аптеку типа 12 сек иммунки, 6 сек иммунки и так далее. Это как раз таки аптека шестого левела. Но если вы не стоите в гильдии, как я, которая держит данную территорию, то у вас остается один интересный нюанс. Вы можете скрафтить, вот он, так вот, раз соска, вот раз соска и где-то вот здесь, вот еще две. По 120 соски на атаку, либо на уменьшение урона от стихии. Три вида сосок, вы всего лишь можете скрафтить, чтобы аптнуть с шестого на седьмой левел. Для того, чтобы вам скрафтить, вам нужен камень девяти дворцов. Камень девяти дворцов. Окей, с чего у нас добываются вот эти все камни простые? Правильно, со слома шмоток. Слом шмоток. Где самый крупный, где самый крупный левел шмоток, где мы можем купить? Я сразу же побежал, в принципе, смотреть Атрай. Я сначала посмотрел в порте мечты, потом побежал в Атрай. Ну, то есть, у кузнецов это максимальный уровень, вообще, в принципе, возможный, который можно купить у кузнеца, да, пушки. Ну, и, в принципе, как оказалось, в порте мечты там, в принципе, все то же самое. Берем самый дорогой меч. Самый дорогой меч. Берем что-нибудь там еще, я не знаю. Ну, вы поняли, да, самый... Давайте, вот, есть восемьдесят девятый меч. Восемьдесят девятый меч. Покупаем. Где тут у меня? Вот он меч. Нажимаем сломать. Выбираем. Что у нас здесь получается? Не девяти триграмм вот этих, а восьми триграмм. И вопрос такой, так, я такой подумал, так, подождите. Восьми триграмм. Начал крафтить, начал перепробовать. Во-первых, для того, чтобы сломать эту пушку, нужен кузнец шестого уровня. Ну, или портной шестого уровня, если вы собираете ломать армор, либо там ремесленник шестого, если вы собираетесь. И вам за шестой левел вы можете сломать только на восемь вот этих триграмм. Я такой, понятно, мы потестили. Мне пришел чувак, Варс, Мальпорида. Сейчас вы увидите его на экране. В общем, ему отдельная благодарность. У него были качаны эти профы. Он помогал мне ломать. И, в общем-то, он ломал, ломал, ломал. И я такой, так, думаю, так. Так, шляпа, шляпа. Я побежал к алхимику. Правда, побежал я не к этому алхимику, а в ГД. Тепнулся, значит. И смотрю. Сейчас я вам покажу. Подбегаю к алхимику. И такой думаю, блин, а как аптеку-то качнуть? Типа, где девять этих взять? Какие шмотки поломать? Что делать вообще? Что делать? Я думаю, блин, есть стопудово будет какой-то вариант, который в комментариях люди напишут, как можно было это легче сделать. Но, наверное... О, шо это такое? Камень души, камень... О, это что-то умение сочетать. Шо это такое? И я такой тыкаю, короче, у алхимики. И тут, оказывается, вот эти камни девяти дворцов можно скрафтить с камнем восьми диаграмм. Три к одному. И считаем, включаем математику, включаем простую, простую просто математику. Нужно скрафтить в итоге двадцать раз. То есть это получается сколько? Две тысячи вот этих камней девяти грамм. Окей. Мы крафтили из-за вот этих мечей, я покупал эти мечи, и мы их ломали. Для того, чтобы их сломать. Она ломается на двадцать восемь штук. Двадцать восемь штук это примерно девять камней вот этих. Одна пуха стоит семьдесятка почти. В общем-то, чтобы долго не считать, да, все вот это не калькулировать. В общем, получилось, на крафт аптекаря ушло где-то плюс двести от двухста пушек. То есть мне вот этот варчик помогал ломать, я ему закупил. Я ему сначала закупал, передавал, потом отдал просто сначала семь лямов, потом посчитал, что это где-то выйдет пятнадцать миллионов на то, чтобы апнуть шестого по седьмой уровень аптекаря. И прикол в том, что она крафтится по одной штуке. Я стоял, крафтил их, наверное, часа три-четыре. В общем, надо было вот этих восьми грамм, ну, восьми вот этих вот штук, восьми триграмм или как она называется. Получилось две тысячи вот этих надо было. То есть, получается, надо было шесть тысяч этих. Поймать? Это, конечно, я с таким еще не сталкивался, но ладно, ладно. Я как бы все с горем пополам накрафтил, поставил в ночь, крафтится, крафтил, крафтил. Смотрите, как оно вообще медленно крафтится. Вот это вот без ускорения, без замедления оно реально так крафтится. И потом, значит, пошел я, выучил седьмой уровень. Седьмой уровень, слава богам, слава богам. Седьмого на восьмой уровень качается, в принципе, как бы дешевле, дешевле в разы, потому что совершенки стоят дешево. И ты просто как бы крафтишь себе сосочки уже, обычные сосочки и так далее. Берешь, вот крафтишь вот эти вот, вот эти вот, где они? Восьмые, седьмые, на атаку, на атаку вот эти вот крафтишь. И забиваешь полосочку до семи. Далее покупаешь книгу аптекаря у аукциониста там. Либо она там вообще в 109 данжах, по-моему, эта книга падает. Так что ее там, в принципе, выбивают и продают. Я купил эту книгу с 25 миллионов. Подбегаю я, значит, такой на радостях, что я уже так запарился уже с этим крафтом, блин. Еще чувак мне стоял, да я не знаю, у меня часа полтора, наверное, стоял. Просто ломал вот эти пушки, покупал, ломал, покупал, ломал, покупал, ломал. Потом я крафтил там, искал как варианты. Я подхожу, получите ремесленные навыки. А у меня нету изучения. А знаете почему? А знаете почему? А потому что я уровня маленького. Уровня я маленького, понимаете? Ван... Продолжение следует...